Как и сто лет назад, в зимнем многолюдно, но тогда это был исторический штурм зимнего ключевой событий в истории Октябрьской революции. А сегодня воспоминания о создании первого в мире пролетарского государства. Фойе театра, тематическая выставка, статей, журналов, книги, фотографии. А можно примерить и на себя роль участника тех событий. Сделать с красноармейцами фото хотел каждый, не удержался и глава города. Мы представляем Сочинский колледж искусств, отделение хореографии. И мы представляем символ революции на этом мероприятии. Для студентов это, конечно же, просто история. В основном из учебника, для других приглашенных, для тех, кто в зале, это даже часть семейной истории. Для страны эпохи это был большой подъем. Мои родители, труженики, сельскохозяйственники. Очень довольны, что я жила в то время. Я родилась в конце 1928 года. Я очень довольна, что я образование получила. Мы прошли трудные годы Великой Отечественной войны, где я тоже участвовала. Мои родители прошли самые такие суровые годы, годы коллективизации. Они сами от земли всю жизнь работали, трудились. Но когда вот настало то время, их выслали. И там, когда на Урале мой дедушка и мой отец работали, они все равно продолжали работать. Именно в труде находили свое призвание. И правильно они воспитывали нас. Сегодня со сцены зимнего звучали песни тех далеких лет, вспоминали исторические вехи в развитии страны. Октябрьская революция в России свершилась при полной поддержке народных масс. Но до сих пор историки спорят, что это было падение Великой России как империи или величайший выход нашей страны из вековой отсталости с подъемом роста экономики и науки. Но одно мы знаем наверняка. Октябрь 1917 года стал отправной точкой к возникновению Советского Союза, великой мировой державы, в последствии спасший мир от коричневой чумы. И первой наша страна полетела в космос. Забывать историю нельзя, говорит глава города, поскольку тут же найдутся люди, готовые переписать ее. Вспоминали сегодня о том, как развивался курортный Сочи, как не просто было в 30-е годы, когда Сочи был объявлен ударной стройкой, и когда были возведены здравницы. И годы войны, когда курорт стал городом-госпиталем, и 2007-й, когда летнюю столицу России провозгласили Олимпийской. Сегодня же снова при поддержке всей страны Сочи стал одним из самых красивых городов нашей страны. Елена Овсец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ.